Я вам сейчас покажу, как ее сделали, этот трындец тоже. Когда мы только растапливаем парное помещение, нам не нужен приход воздуха извне. Что-то серега херня какая-то. Туда заныривать испытываем, смотрим и говорим по чесноку, как получилось. Для того, чтобы вы у себя в бане не сделали каких-то ошибок. Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня, меня зовут Владимир Ефремов. И помните вот это вот парное помещение, я обзор с этого парного помещения на канал выкладывал, наверное, месяца два назад. Может быть даже чуть побольше, оно, кстати, уже набрало больше 100 тысяч просмотров. Так вот, в этом парном помещении, я вам еще тогда говорил, что здесь нету вентиляции. И говорил, как здесь лучше сделать вентиляцию, они, конечно, сделали по-своему. Я вам сейчас покажу, как ее сделали, этот трындец тоже полный. Полный, но как сделали, по крайней мере, мы попробуем. И я тогда в этом парном помещении попробовал парить. Я даже это видео выкладывать не стал, потому что у меня через минут 15-20 заболела голова, и мы долгом даже видео то не досняли. Не получилось у меня попарить тогда в парном помещении. Мне здесь не хватало воздуха, у меня болела голова. Нафиг, даже вспоминать не хочу. Сейчас здесь приход и выход воздуха сделали. Здесь есть вентиляция, басту, все нормально. Вот то, что я сказал, что капец как сделали, я немного про другое. Сейчас покажу про что. Сначала расскажу, как здесь ребята реализовали вентиляцию басту. Ну, во-первых, вытяжка вентиляции басту здесь идет по улице. Приход, уход воздуха вот этим вот клапаном. Все нормально. На улице идет, по улице идет труба, только имейте в виду, что по улице трубу нужно сделать. Вот часто меня спрашивают, а можно ли по улице ее провести? Можно ее по улице привести? Ее не будет видно в парном помещении. Рома Ефимов у себя так делает. Она идет по улице, но на улице она должна быть обязательно утепленная. Так как в холодное время года там просто образуется холодная пробка и воздух теплый ее не продавит. Поэтому по улице должна идти либо сэндвич труба, либо делайте какой-то короб, самостоятельно его утепляйте. Ну, просто монотрубу пустили, деревянный, допустим, короб сделали и утеплили. Главное, чтобы он был утепленный, чтобы пар, который по ней проходит, не конденсировался сразу же на стенках этой монотрубы, а выходил полностью вверх, чтобы он нормально вытягивался. Потому что если будет просто монотруба, там вообще ледник внутри моментально будет образовываться и ничего тянуть не будет. И обязательно нужно сразу же предусмотреть выход конденсата. Потому что конденсат в любом случае в каком-то количестве там будет образовываться. Нужно сделать снизу слив, чтобы конденсат утекал. Когда у нас труба идет в парном помещении, 20 сантиметров, 25 сантиметров до пола не доходит. Даже если там образовывается конденсат, он на пол стекает. Ну, просто вода на пол стекла и все. Если он у вас идет по улице, соответственно, труба идет сначала горизонтально, потом вертикально. В этом месте нужно поставить тройник, чтобы конденсату было куда стекать вниз. Конденсата-уловитель. Так вот, смотрите, как здесь сделана вентиляция Басту в этой бане. Кто не видел прошлый обзор, немного поясню. Здесь стоит печка от компании Гефест. Гром 50. И он здесь сделан с чугунным дымоходом. Стоит колено под 90 градусов. Дальше оно заходит в чугунную трубу. Видео есть у нас этой чугунной трубы. Я его, наверное, тоже сюда в видео ставлю. Тех, кто не видел, как она выглядит. Либо сделаю ссылку. Сейчас посмотрим во время монтажа этого видео, как будет удобнее. В общем, здесь проходит чугунный дымоход. И этот чугунный дымоход идет в облицовке каменной. Соответственно, сначала внутри идет чугунная труба. Дальше облицовка. И у нас между чугунной трубой и облицовкой есть пространство, которое от чугуна, от газов, которые у нас идут от печи, нагревается. И здесь вентиляция сделана двумя видами. Я в прошлом видео говорил, что ребята это реализуют. Вот они сейчас это сделали. Когда мы только растапливаем парное помещение, нам не нужен приход воздуха извне. С другого помещения, либо с улицы. Нам нужно прогреть само парное помещение. Соответственно, воздух нам нужно закольцевать. И когда мы прогреваем парное помещение, мы открываем, вот она видите, решеточка. Мы открываем решетку, которая у нас будет забирать воздух от пола парного помещения, нагревать его за счет этой трубы и выходить сверху. Воздух закольцовывается, нагревается и конвекцией прогревает само парное помещение. Так как, когда мы топим печку, мы дверку закрываем, отсюда конвекция не идет. У нас нагреваются пока только камни. Сейчас печка, кстати, нагревается. Я буду тестировать эту баню и вентиляцию, чтобы понять, как она работает. Это будет дальше в видео. Так вот, а когда мы зайдем сюда и будем париться, нам нужно, чтобы к нам воздух сюда приходил. Чтобы нам было чем здесь дышать и чтобы у нас не было так называемой банной болезни, когда начинает болеть голова, когда идет недостаток кислорода в воздухе. Ну, мы одним и тем же постоянно дышим, дышим, дышим. А банная процедура может идти и 30, и 40 минут. Нам надо, чтобы воздух к нам приходил. Так вот, пойдемте покажу, откуда он приходит. Так вот, мы сейчас находимся со стороны топочной. Ну, грубо говоря, со стороны комнаты отдыха. Это вообще испытательный модуль компании Гефес. Здесь выставляются печи, вот в этом зале. Отсюда же идет топка. И здесь есть такая же решеточка. Вот мы, когда сейчас пойдем париться, мы эту решеточку закроем, чтобы у нас воздух отсюда... А нет, извините, пожалуйста, мы эту решеточку, наоборот, откроем, чтобы у нас воздух приходил вот из этого большого помещения, нагревался и заходил уже в парное помещение. А теперь пойдемте, я вам покажу, как они реализовали второе дыхание. Я в шоке от этого. Прям в шоке. Я знаю, кто это сделал. Серега, это ты делал. Ну, это трындец. Ты попробуй сам туда залезь. Так вот, ребят. Второе дыхание. Во-первых, ребята сделали форточку. В прошлый раз у них, по-моему, форточки не было. А вообще не помню, может быть, была форточка. По-моему, не было у них в прошлый раз форточки. Вот оно, второе дыхание. Сделано оно в стене с выходом на улицу. Вот сейчас я руку подставляю, оттуда прям идет такой свежий воздух. Вентиляция басту работает, соответственно, воздух сюда заходит и вытягивается. Ну, во-первых, его сделали высоковато. Его нужно сделать ниже к полку, потому что, когда я человека положу, вот на такой высоте примерно у человека будет лежать голова. Вот вы по мне даже сразу посмотрите. Вот. На такой высоте у человека лежит голова. И вот так вот я его прикрою пихтовыми вениками. И у меня вот это вот отверстие получается выше моей головы. И воздух будет приходить вот сюда на затылок. Но это еще полбеды. Я бы его, конечно, опустил вот сюда вот пониже, чтобы человеку к лицу он приходил. Но это еще полбеды. Знаете, где он включается? Он не естественный, напор воздуха оттуда идет. А они сделали вентилятор. Хотя, вот сейчас вентилятор не включен. И мне достаточно воздуха, который сейчас оттуда приходит. Туда прям руку подставляешь, чувствуется. Смотрите, где он включается. Представляете, я такой человека парю. Человек мне говорит, сделай второе дыхание. Я такой, I'm Moment. Сейчас сделаю. Нормально дует. Что-то серег херня какая-то. Туда заныривать. Ладно, там не 220. Там 12 или сколько. Ну, то, что человека током не ударит. Но залазить туда под полок, это же... Это трэш какой-то. Да и с вентилятором. Я вот на таком расстоянии чувствую, как он дует. Хотя я его не на полную мощность включил. Сдует с полка. Не надо никакого вентилятора. У бань Маслова, у него тоже стоит вентилятор. Только он включается вот здесь вот. Такая... Перещёлкивалка есть. И он дует не с улицы, а дует со смежного помещения. Там не такой холодный воздух. А здесь дует с улицы. Ледяным воздухом тебе на голову. Да ну нафиг. Ребят, не делайте так. Это перебор. Человек говорит, мне холодно. I'm Moment. Я сейчас выключу. Зачем же так издеваться-то над банщиком? Это же прям издевательство. Ладно. Будем тестировать сейчас парное помещение. Второе дыхание даже включать не буду. Оно и так оттуда поддувает. Так что испытываем, смотрим. И говорим по чесноку, как получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, я Ольгу попарил. Как смог, так и попарил здесь. Я ей сейчас вопросы такие каверзные буду задавать. Как тебе второе дыхание? Ну, начну с того, что потрясающе, что оно есть. Но, скажем так, когда паришься, не хватает. Не хватает кислорода, потому что чувствую, что воздух уйдет по голове, по плечу. Но интуитивно то, что лежишь и прям ждешь, чтобы вздохнуть, скажем так, от кислорода, этого не хватает. Поэтому, ну, мне приходилось здесь как раз выходить. Ольга периодически, как дельфин, знаете, так. Раз, обратно голову положит. Лежит, лежит такая, видать, хочется вздохнуть. Раз, опять голову положит. Не хватает, не хватает. Прямо подпрыгивала за ним. Ощущение было, то есть, ну, неисприятное. Хочется отдыхать, расслабляться, а интуитивно лежишь и думаешь о том, что хочется вздохнуть. И ты вот ищешь, ищешь вот в этот воздух. Особенно, когда веник положили, замечательно прям, можно дышать в какой-то период времени. Потом начинает посыхать, и все, и опять начинает не хватать. Действительно, ощущение дельфина. Ну, Серега, это к тебе, ты в курсе. Как тебе пар? Обжигал, не обжигал? По поводу пара, это было потрясающе. Потому что изначально, когда заходишь, кажется, что высокая температура, и вот не хватает именно температуры, наверное, да, кудричь? Жара не хватает. Да, а когда появляется влажный пар, он как будто бы, знаете, пуховое одеяло вас прям окутывает. Он такой мягкий, бархатый. Ощущение сразу будет прям расслабленности. Кожа отдыхает, да, вот прям, ну, чувствуешь, как пора начинает открываться. Но ощущение это, конечно, непередаваемо просто. Да, ребят, пар мне тоже понравился. Сейчас углей, точнее, там в печи одни угли, вообще одни угли. Ну, мне подать нечем, я всю воду вылил. Печка сейчас бахала. Я Артема просил не заходить, хотел Ольгу расслабить посильнее. А она со своими вот этими дельфинами так и не расслабилась. В общем, вот как-то такое видео получилось чуть-чуть, наверное, по печке Гром 50, чуть-чуть по вентиляции в каменной облицовке. Кстати, офигенная тема. Я вот стоял, дышал, мне вполне воздуха хватало, а Ольга подпрыгивала, потому что чувствовала, что где-то над ней есть холодный воздух, она пыталась его поймать. И по вентиляции, точнее, по второму дыханию. Так что я это зачем вам все показываю? Для того, чтобы вы у себя в бане не сделали каких-то ошибок. Чтобы вы у себя в бане предусмотрели моменты, которые вот раз ошибка, и чтобы вы понимали, в чем эта ошибка может быть. Кстати, знаете такой момент? Эту вентиляцию можно исправить, знаете, каким образом? Есть такой элемент, я только сейчас вспомнил, у вентиляционщиков, по-моему. Грубо говоря, вот такой вот шар, который сюда из нержавейки одевается, и у него снизу поречь, и он вот так вот поворачивается в нужную сторону. Вот так вот его сюда поставить, и он воздух уже будет сюда вот к носу, можно сказать, опускать. Вот эта штука, кстати, спасет, не надо будет никакую вентиляцию переделать. У бани Маслова, у него вот здесь вот такая же штука стоит, из нержавейки, она вот так вот вниз направляет. Я если фотографию найду, обязательно вам покажу, как она выглядит, сюда в видео вставлю. И прямо вот сюда вот она будет дуть, офигенно будет, тогда будет прям вот вообще зачет. Его можно повернуть чуть правее, либо чуть левее, когда у человека в какую сторону голова повернута, прямо туда и направить. Тогда будет вообще замечательно. Так что спасибо печке Гром 50. Огромное. Огромное спасибо, видите, что говорит. Спасибо Ольге, что пришла попариться. Спасибо мне, что я приехал в Москву. Всем пока. И палец вверх не забываем поставить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok